Приветствую вас, и я бы мог выделить два основных психологических момента. Первый это тревожность, и второй это такая вот истероидность, да, у вас, то есть, ну, склонность к тому, чтобы накручивать себя в плане болезни, вот. Я думаю, что на эти две вещи вам стоит обратить свое внимание. Ну, есть еще один момент, на который тоже важно указать, это связь. Ваших физических симптомов с, скажем так, симптомами психологическими. Дело в том, что по описанию очень похоже, что вы крайне не заботливо относитесь к своим чувствам. По описанию очень похоже, что вы крайне, ну, так сказать, попустительски, да, относитесь к своим эмоциям. Вот, и в следствии этого у вас многое не осознается. Что такое не осознается, ну, по сути, не встраивается в ваше сознание, ну, скажем так. Ну, не трудно догадаться, что отсутствие встраивания в сознание каких-то элементов, вот. Ну, собственно, и является тем, что можно назвать непревариваемостью. Что у вас, собственно, и происходит. Так что, здесь, на мой взгляд, все довольно логично. Не слишком хорошо для вас, конечно, но, тем не менее, вполне логично. Вот. Что касается истероидности, то здесь история про потребностевое внимание. То есть, вот, ну, недостаток, по всей видимости. У вас чувство собственной, ну, чувство собственной отношимости. Вот. Соответственно, как результат, вы реагируете на это вот такими моментами. Пытаясь, соответственно, привлечь к себе внимание людей. Вот. Ну, вы это, вы это можете делать в целом не специально, не специально. Вы можете это делать. Вот. Вы можете это делать и не осознанно, но суть от этого меняется, в общем-то, довольно слабо. Но, если честно, то вообще не меняется эта проблема ваша, по крайней мере. Вот. Ну, соответственно, именно в этих вот направлениях, на мой взгляд, вам и нужно работать для того, чтобы решить ваши проблемы. Тревожность. Ну, тревожность, это некая такой, некая оторванность, я бы сказал, от своих чувств. Вот. Стревожность, это некая такая оторванность от своих переживаний. Вот. И, как результат, это постоянная неполнота эмоционального, так сказать, восприятия реальности. То есть, постоянно не хватает эмоционального наполнения для того, чтобы более-менее адекватно воспринимать окружающие. Ну, и, как результат этого, как результат этого всего, постоянная угроза. Угроза чего угодно, на самом деле. То есть, это может быть угроза какой-то вот опасности постоянной и так далее, потому что эмоции полностью вы не интегрируете в свою психологическую реальность. Вот. С этим тоже нужно поработать. Вот. Ну, а что касается физиологической истории, то здесь, я думаю, вам нужно работать с врачом. Вот. И, соответственно, мне очень понятно, почему вы, допустим, не верите, не верите тому же врачу, который говорит, что ничего у вас нет. Ну, серьезного я имею ввиду. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.